Таким образом, на выставке мы можем видеть разницу между просто хорошей собакой и образцовой. Другой собакой, с вьющейся шерстью, но требующей особенного ухода, является американский кокер-спаниель. У этой породы стрижется череп и место крепления ушей, находящееся низко на уровне глаз. Выбревается около третьей общей длины уха с точностью до миллиметра, или до полмиллиметра, как снаружи, так и изнутри. После того, как будет достигнута идеальная линия, стрижется и подшерсток, который должен едва прикрывать кожу. Потом переходят к стрижке морды, внимательно следя за тем, чтобы не поранить губы собаки, для чего контролируют стрижку пальцами. Морда под глазами и щеки стригутся по направлению шерсти, а горло, подбородок и нижняя губа против шерсти. Стрижка нижней губы также контролируется пальцами. Затем стрижется шея, вплоть до уровня грудины. Вокруг грудины рисуется перевернутая буква В. Стоп должен хорошо выделяться, поэтому на нем выстригается как можно больше шерсти, и, поворачивая машинку, добиваются буквы В также и здесь. Чтобы сгладить переход между выстриженными местами и нетронутыми, используют ножницы с зубчатыми лезвиями. Идеальные ножницы для американского кокера с лезвиями, на каждом из которых по 30 зубцов. Сначала щеткой причесывают морду спереди, а потом ножницами, начиная снизу, равняют шерсть на голове, удаляя следы со стригов. Затем приглаживают шерсть специальной щеткой, после чего опять ножницами убирают малейшие неровности. И так до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект, то есть пока волос не будет лежать гладко и ровно. Теперь надо обработать глаза, удаляя лишние волосы из бровей. И вот можно оценить разницу между обработанной половиной головы и еще нетронутой. При помощи зубчатых ножниц добиваются аккуратные укладки шерсти в верхней части шеи. Для стрижки хвоста и в верхней и в нижней части, голени в верхней части, вплоть до уровня гениталий, используется машинка. Таким образом, удается понизить заднюю часть позвоночника, который у этой породы должен выглядеть изогнутым. Кончик хвоста подравнивается зубчатыми ножницами снизу вверх, таким образом, чтобы не выделялся ни один волос, что выглядело бы неэстетично и ненатурально. Щеткой расчесывается шерсть на спине, после чего удаляется весь подшерсток, добиваясь того, чтобы верхняя шерсть как можно плотнее прилегала к коже. Здесь начинается стриппинг, то есть выдергивание с помощью специального ножа. Необходимо как следует тянуть шерсть, чтобы не причинить боль собаке, для чего большим пальцем прижимается то место, откуда выдирают клок. Стриппинг состоит именно из выдергивания отмершей шерсти, а не из подстригания. Эта процедура проводится на всей верхней части шеи и на спине, и должна повторяться примерно каждые 15 дней, если вы хотите, чтобы ваша собака постоянно была в отличной форме. Применение электрической машинки для стрижки оправдано только когда шерсть пушистая и кудрявая, в то время как у кокера и американского английского шерсть гладкая и прилегающая к коже. Поэтому для выставки шерсть собак всегда выдергивают только вручную. От шеи и спины с этим ножом спускаются к бокам до того места, где начинаются волны. Бока собаки аккуратно расчесывают стальной щеткой. Лапы расчесываются против шерсти специальной щеткой, чтобы придать им как можно больше рельефности. Подняв вверх шерсть, необходимо расчесать рельефные области изнутри при помощи щетки. Это очень важно, поскольку в противном случае, расчесывая шерсть только снаружи, мы рискуем, что на животе собаки образуются свалявшиеся клоки. Задние конечности тоже поднимаются и расчесываются против шерсти, как и передние. Когда собака полностью расчесана и на ее шерсти нет больше узелков, используются ножницы с гладкими наклонными лезвиями, чтобы привести в порядок лапы. После того, как обозначена внешняя линия, освобождают подушечки от лишних волос. Затем подравнивается внешняя линия силуэта, для чего опускают лапу и наклоняют ножницы под углом 45 градусов. Таким образом убираются все клоки и лапе придается округлая форма. То же самое проделывается и на передних лапах. Шерсть должна остаться на высоте около 1 см от земли, что производит впечатление длинной конечности, но при этом позволяет заботиться и о гигиене. Теперь ножницами с гладкими лезвиями выравниваются рельефные части вдоль линии живота. Затем наступает самый деликатный момент, потому что необходимо убрать все волоски, которые выступают из-за идеальной линии. Эта процедура производится ножницами с гладкими лезвиями, которые держат вертикально. В результате создается типичный силуэт американского кокера, у которого выступает вперед грудина, а шерсть не спадает к лапам. Теперь переходят к ушам. В самом начале они были расчесаны как снаружи, так и изнутри. Сейчас ухо складывается пополам, пальцами разглаживается шерсть и подстригают те волоски, которые выходят за линию этого изгиба. После расчесывания удаляются вылезающие клоки, и в результате шерсть на круглом ухе собаки должна быть на одну треть подстрижена, а на две трети быть волнистой и рельефной. В качестве последнего штриха, особенно если собака готовится к выставке, можно использовать защитный антистатик, придающий блеск, который руками втирается в кожу животного в направлении против шерсти. Его необходимо использовать в малых количествах, но хорошо распределять по всей шерсти. В самом конце собаку еще раз хорошо расчесывают по направлению шерсти, и наконец-то наш американский кокер готов зайти на ринг. Эта порода требует наиболее сложного ухода за шерстью, но конечный результат действительно великолепен. А теперь рассмотрим особенности шерсти средней длины. Напомним, что у собак таких пород обильный подшерсток, который они меняют во время сезонной линьки. Мы видим самоеду.